Информационные сюжеты, они бывают самые разные. Но тем не менее, когда он наполнен всеми составляющими, которые только могут быть, он выглядит таким разносторонним и интересным. Чего начать в видеосюжет, где поставить акценты и у кого взять интервью. В детской студии телевидения кадр идет работа над созданием очередного выпуска программы. Секретами телевизионной кухни делятся профессионалы своего дела, Надежды Любимова и Игорь Чешков. За плечами огромный опыт работы в городецкой телерадиокомпании. Телевидение – это целый мир огромный. И люди, и события, и все это в перемешку. Приезжаешь, бывает, на работу, с утра идешь, снимаешь земское собрание депутатов, серьезных людей. Потом в обед едешь в колхоз какой-то, коровник снимаешь, с коровами общаешься. А вечером концерт какой-то. И все вот это в один день. Вот у какого человека какой профессии может быть столько вот интересного за один день. Телевидение в моей жизни – это целая эпоха. Это действительно такая полноценная жизнь интересная. Где каждый день – это фонтан положительных эмоций, море позитива. И, конечно, с момента того, когда я перестала работать на телевидении, телевидение для меня не закончилось. Оно для меня было, есть и будет. Больше 15 лет в ГТРК создавала свои творческие эксклюзивы «Надежда Любимова». Как телевизионная, так и радийная. Кстати, именно с радио начался ее путь в эту профессию. Плавать уверенно на радиоволнах ее научила зубр журналистики Людмила Мартынова, которая буквально стала крестной мамой для новой звезды передач «Земля городецкая». Замечательный, чудеснейший человек. И я благодарна судьбе, что этот человек встретился на моем пути. Это мой наставник, это мой учитель, мудрый учитель. Это мой рецензент, объективный, тоже грамотный. Это просто очень хороший человек. За время работы на радио Надежда подготовила сотни новостных блоков и авторских программ. Но свой первый радиовыпуск она помнит до сих пор. Причем тогда ты и записывал, ты и монтировал программу. Стояли огромные такие магнитофоны. Причем нужно было попасть, где-то тут кусочек интервью хочешь. У тебя наушники, этот фальт у тебя здесь, этот здесь. Этим устанавливаешь, этим там включаешь. Достаточно сложный такой вопрос. И вот уже, наверное, третью программу я делала самостоятельно, с холодными руками. Ну, когда она у меня прошла, все. Транс была неописуемая. Думаю, все, теперь я тут вот такой человек, стоящий. Талантливые радиожурналистки предложили попробовать себя и в телевидении. Здесь ее наставниками стали Илья Морин и Светлана Помозова. А затем она уже сама стала настоящим фонтаном идей, подхватывающим все новые веяния голубых экранов. Благодаря коммуникабельности и артистичности ей все давалось легко. На комментарии 25 августа, пятница. Последние смены в летних оздоровительных лагерях района уже закончились. И тем не менее, в загородной резиденции детворы «Дружбе» жизнь бьет ключом. Виной тому третий традиционный фестиваль бардовской песни «Городецкий пряник». Захватывающие репортажи, множество интереснейших циклов программ, «Истоки», «Земля наш дом», «Деревенька моя» и самые любимые и близкие темы православия, храмы, легенды святых источников, истории людских судеб. Все это ей особенно было близко. Сколько бы времени не прошло, она помнит тонкости всех своих материалов и их героев. С особой теплотой она вспоминает видеосюжет про известного фотографа Владимира Горячего. Художника, фотографа, человека, который работал военным, фотокорреспондентом, был гуще событий. И вот эти снимки его на Берлин, лично Гитлеру. У меня вот до сих пор мороз по коже. Это, да, это сюжет, который я люблю. У него красивейшие снимки, богатейшие, наполненные вот такой вот жизнью, как будто вот ты видишь снимок и чувство такое, что это вот происходит сейчас. И ты вот участник того, что там изображено. Теплые воспоминания и признание в любви к телевидению и у другого участника творческого тандема, телеоператора Игоря Чешкова. Он пришел в городецкую телерадиокомпанию в начале 2000-х. И здесь, по его словам, слились в одно-две его страсти – стремление ко всему новому и интересному и увлечение техникой. В те годы телевидение переходило с аналогового видео на цифровое. И появились новые видеокамеры. А осваивать их, по словам Игоря, приходилось методом тыка. С новым оборудованием, когда пришло новое оборудование, никаких инструкций, никаких вот бумажек к нему не было. То есть были какие-то инструкции в английском языке, но мы же не такие специалисты большие в английском. Мы разбирались это все на коленке просто. Пробовали, как оно работает. О времени не думали, то есть мы за полночь далеко разъезжались, потому что, ну, интересно было, самим интересно было. Были случаи, когда, например, током било сильно, потому что мы не знали каких-то моментов, а там были нюансы. Вместе с освоением новой техники Игорь погрузился в многоликий мир новостей и репортажей. К работе подходил творчески, искал выгодный ракурс и делал обычные вещи красивыми. Иногда приходилось работать и в сложных условиях, вместе с огнеборцами выезжать на пожары и ходить в рейды с полицейскими. Здесь Игорю не было равных в оперативной съемке, а затем был монтаж материалов, которым он владел тоже в совершенстве. Это как архитектор из кубиков собирает здание. То же самое делает монтажер, когда собирает сюжет. У нас на телерадиокомпании Градецкой, когда я работал, с одной стороны сложно было, когда оператор, он еще и монтажером работал, с другой стороны это помогало, потому что, когда ты идешь снимать сюжет, ты уже видишь, что ты из него будешь сам делать. То есть ты снимаешь его для себя. Мне очень приятно с ним работать, мы с ним чувствуем друг друга. И у нас материал получается не в таком формате, что журналист, ты обеспечиваешь все художественную начинку, а я, значит, поснимал, ты мне скажи, что снимать, что монтировать. Вот у меня то, что не вижу я, к примеру, видит он. В итоге у нас получается такой хороший, позитивный творческий тандем. Творческий тандем живет и сегодня, только в качестве талантливых наставников, юных тележурналистов. Обучая подрастающую смену, они вместе готовят новые выпуски программ детского телевидения, которые выходят в эфире телеканала Градец ТВ. Кадр вновь объединил обоих и подарил новую возможность быть сопричастными к волшебному миру голубых экранов, где они по-прежнему творят и каждый день, благодарят судьбу, что в их жизни было, есть и будет телевидение. Телевидение – это круто!